Встреча 2 соревновательного дня по волейболу Сегодня будут определены все четвертьфиналисты по волейболу Как среди мужчин, так и среди женщин Мы начинаем трансляцию против... Нерингр играет против Уселдана Эту игру комментирует Татьяна Иванова И все в ожидании равной игры Потому что игра сегодня на выбывание Вчера команда АМГИ в этой группе А Уже обеспечила себе выход из первого места Выиграв как и у Нерингрид, так и у Уселдана Со счетом 3-1 Перед вами команда Нерингринского района И состав играющих команд Сегодня Нерингрид представлена в черной игровой майке Мы видим, ребята очень серьезно настроены Против них на противоположной стороне площадки Команда в желтых формах Это Уселданский район Что касается состава команды Уселданского района На площадке игрок под номером 1 Гаврил Охлопков Игрок под номером 7 Капитан команды Нюргун Сивцев Игрок под номером 8 Василий Васильев Игрок под номером 9 Владислав Попов Игрок под номером 10 Сарглан Яковлев Игрок под номером 11 Иннокентий Артамонов Либера Семен Акаемов На подаче команда Уселданского района Василий Васильев Мяч в игре Начинаем встречу И первое очко добывается С высокой точки съема Капитаном команды Нерингри Сергеем Перегуда На подаче со стороны Нерингри Силовая подача В исполнении разыгрывающего команды Алексея Усенко А по совместительству представителя команды Выступающего сегодня как тренер Почему не приехали тренеры Мы сегодня еще по ходу эфира расскажем А пока наслаждаемся игрой Как я уже говорила Кто проиграл Тот прощается с плей-офф Поэтому Как не может быть простых игр На спортивных играх народов Якутии Так сегодня Одна из самых интереснейших игр Что мы и наблюдаем По количеству зрителей на трибунах Так и по количеству зрителей Нашего телеканала Как мы надеемся Счет 2-1 Капитан команды Уселданского района Нергун Сивцев Собирается подавать Очень коварная подача С которой не справляется Даже Либера команды Евгений Негай Очень опытный игрок Раньше мы видели его В качестве нападающего Диагонального Но в последнее время Переквалифицировался в Либера И обеспечивает линию защиты Для города Нерингри К сожалению подача не получилась Но теперь право атаковать С приема остается для Уселдана На подаче Сергей Перегуда Один из самых высоких игроков Турнира в целом И в нашей республике Метр девяносто четыре сантиметра Его рост Тем не менее Игроки с ростом меньше Зарабатывают сегодня Очки не хуже высоких Счет 4-2 На подаче Уселдан Тренером команды Уселданского Улуса выступает Яков Семенович Сивцев Команда Сыгранная Проходили сборы На последних двух чемпионатах Республики Играли практически тем же составом С подключением игроков Двух игроков по контракту Это Попов Владислав И Саргалан Яковлев Но команда вот уже Друг друга чувствует Много комбинаций мы сегодня увидим Ну и мастерство Разыгрывающего Нюргуна Сивцева Лидер команды Лидер атак Иннокентий Артамонов Был на ваших экранах Ввел мяч в игру И судья определяет Касание сетки У игроков Нейрингри Матч Не сказать что очень напряженный Вы все сами слышите Видите Здесь буквально каждое очко Будет на вес золота Ну или Иметь цену четвертьфинала Счет 7-3 И капитан команды Нейрингри Просит перерыв А кто сегодня у нас На судействе Я сегодня разговаривала С представителем команды Нейрингри Алексеем Усенко Он рассказал Что команда тренировалась Последние полгода У себя в Нейрингри Никаких Выездных сборов У команды не было Василий Султанович Чулпанов Многолетний тренер Команды Нейрингри К сожалению По некоторым обстоятельствам Не смог приехать Со своими ребятами Сегодня Василию Султановичу Помогал Тоже один из сильнейших игроков В прошлом В республике Чемпион республики 2008 года Алексей Марченко И сегодня мы увидим Высококачественный волейбол Это как минимум Так Друг на друга понадеялись Ребята И к сожалению В этой атаке Не смогли забить до пола 8-3 Все это на руку Игроками есть У Султана Иннокентий Артамонов Продолжает подавать Ой Не скажите Что сглазило К сожалению Мяч улетает в аут 4-8 4-8 На подаче Алексей Иванов Игрок команды Нейрингри Что здесь случилось Судья указывает Что очков В пользу У Султанцев 9-4 Пока У Султан превосходит В первой партии Своих соперников Из Нейрингри Сарглан Дачи Иван Игнатьев Волейбол Всегда на первом месте Постепенно догоняет Команда Нейрингри 7-9 Посмотрим Хотела сказать Что придумает С приема Команда Устилдана Но получает Подарок В виде Ошибки На подаче Иван Игнатьев В досаде 10-7 Владислав Попов Оставляет Без атаки Команду Нейрингри Из четвертой зоны Пробивая Двойной Высокий Нейрингринский блок Окрыленный Криками Своих болельщиков Добывает 11-е очко Борьбу над сеткой Выигрывает Нейрингри Алексей Усенко Счастлив Все у нас Очень Ровно 8-11 3 очка Это еще Ничего не значит В якутском волейболе Скажем так Если в мировом волейболе Обеспечивать себе Разницу в 2 очка То уже можно Понадеяться на Победу То здесь 3-6-8 очков Могут обернуться Против тебя Вчера была Встреча между Усть-Алданом и Амгой Очень драматичная Для Усть-Алдана В четвертой партии Они выигрывали 16-11 И уже как бы Настраивались Настраивались Про себя На пятую Решающую партию Но нет Амга Команда Команда Амги Обеспеченная Поддержкой Полной Обернула Встречу В свою пользу Поэтому Сейчас Усть-Алдан Играет Уже Без права На ошибку Равно Как и Нерюнгри У них Разница Партии Одинаковая Обе команды Проиграли Со счетом 1-3 По партиям И пока В первой партии Усть-Алдан Ведет С счетом 13-9 Нерюнг Сивцев Мы вправе Всегда ожидать От него Если не Сильнейший Подачи В прыжке То Очень коварный Планирующий Разнообразие Подачи Является Очень точным Признаком Мастерства Игрока Со второй зоны Атака Приносит очко Евгений Нигай Пока Не может найти Свою игру Мы помним Его Фантастические Сейвы Ранее На чемпионатах Республики В качестве Либера Сейчас Практически Не дают Строить Свою игру Команде Нерюнг Ребята Из Узел Данского района Разница у нас Пять мячей Вполне себе Реальные Сергей Перегуда На подаче Капитан команды 194 сантиметра Рост Центральный Блокирующий К сожалению Увидим Увидим как Мяч Отправляется В аут Замена В команде Усел Данского района Данского района Нерюнг Нерюнг Осталось Без атаки Здесь Накатывающий Удар И казалось бы Не в сложной Ситуации Чисто по Игровому Моменту Усел Дан Теряет Очко 11 16 Обратная Замена Пока Много Браков Подачи Нерюнг А А по Предыдущему Кругу Мы помним Что Иннокентия Артамонова Было Много Очков С подачи Но В этот Раз Нерюнг Не Намеренно Его Так Далеко Отпускать И Сразу Переходят Подавать Команда Нерюнг 12 12 17 Пока Не все Спокойно На этой Стороне Алексей Иванов С 12 17 Нерюнг Нерюнг Потихонько Приближается Хорошая Хорошая Рабочая Атака В исполнении Владислава Попова Парни Играют Здесь На результат Каждое Каждое очко Это На сантиметр Отворенная Дверь В следующую Стадию Турнира Всего Три Три Команды Претенденты Амга На подачи У нас настрой Я сказал Поэтому Мы досадно Упустили Игру Вот Какие Были Слова От Алексея Усенко А сейчас Ничто Им не Мешает Показывать Все Свои Сильные Стороны Вот Хорошая Комбинация Аниргун Сивцев Пытается Ребят Своих Расшевелить Пусть Пока Не очко Но По Требованию Любителей Волейбола На радость Всем нам Ребята Наигрывают Свои Домашние Заготовки Счет Тем временем Становится 15 22 Тут Все Видим Что Особо Разогнаться Неоткуда К сожалению Размеры Многофункционального Спортивного Зала Не позволяют Места Для разгона Для Выполнения Силовых Подач Но Тем не менее Вот Нерингри Ребята Пытаются 16 22 Вот Мне удается Повторить Свой успех В предыдущем Розыгрыше 23 16 Обратная Замена В Нерингри И на подачу У нас Выходит Семен Атласов Семен Счет Еще Еще Есть Возможность Для Исправления На подаче Разыгрывающей Команды Нерингри Алексей Усенко Ну вот Левая Рука Подводит Алексея Счет Счет Становится 24 18 24 18 Силовая Подача И тут Блок 194 Сантиметра Плюс Прыжок Плюс Длина Рук Не Пробиваем Сергей Перегуда Сегодня 19 24 19 24 Рискует Нет Подает Планирующую Подачу И Точку В этой Первой Партии В свою Пользу Ставит Команда Усть-Алданского Района Пока 1-0 По партиям 25 19 Таков У нас Счет Первой Партии Нерингре В бурных Обсуждениях Видимо Как Найти Им Свою Игру Обсуждают Ребята Усть-Алдан Пока Идет Своим Темпом С помощью Федерации Волейбола Улуса Спорткомитета Улуса Ребята У ребят Было Выездное Соревнование В городе Благовещенске Весной Этого Года И Игровой Опыт Соревновательный Как Никогда На играх У них Сейчас Выше Яков Семенович Сивцев На ваших Экранах Что касается Команды Нерингре У них Двое Молодых Ребят Только что Приехали В Нерингре Из армии Дмитрий Паутов И Евгений Кузнецов Отслужили В рядах Российской Армии И Буквально На неделю Не успели Попасть На нашу Площадку В селе Амга На площадке Многофункционального Спортивного Зала Имени Николая Захарова Сахача Который Был введен Кстати говоря В строй В прошлом году И с сентября 2018 года Распахивает Дверца Для всех Любителей Волейбола В основном Для воспитанников Амгинской Десуша Принося Тем самым Пользу Радость Счастье От волейбола Для жителей Села Амги Вот Радостно Вскидывают Руки При удачных Атаках Ребята Что касается Женской Сетки Параллельно У нас Играют Девочки Из Амги 1 Против Команды Верхневилюйского Района Эту игру Команды Города Ленска И Среднеколымского Района Ленск Уверенно Выиграл 3-0 Являясь Одним из Главных Претендентов На золотые Медали На этих Играх Также Что касается Фаворитов Среди 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 И команду Города Якутска И команду Амги И команду Играющую Любую Команду Играющую У нас На экранах Телевизоров Нерингри Или Усть-Алданский Кто из них Выйдет Тот Автоматически Конечно Становится Претендентом Очень Неплохой Впечатление О себе Оставили И ребята Из Мегина Конголасского Района А также Мирненцы Традиционно Ну и Команда Намского Района Где Играют Уже Последние Три-четыре Года Сильные Очень сильные Игроки Под Предводительством Тренера Айсена Жирготова Ну а сейчас Сейчас у нас Начало второй Игры Начало второй Партии Игра между Командами Нерингри Усть-Алдан Решающая Заключительная Игра Группы А Где Проигравшая Команда Будет Бороться Только за Девятое Двенадцатое Места А Выигравшая Наоборот Выходит В четверть Финал Со второго Места После Амги Нюргун Сивцев Капитан Команды Усилдана На подаче Счет 1-0 Первое очко В активе Усилданцев Вот Наконец-то Задействована Короткая Передача С третьей Зоны И Насколько Чаще Будет Привлекать Алексей Усенко Своих Ребят С коротких Пасов Настолько Будет Успешна Игра Вот Подтверждение Моих Слов Андрей Бекенев Начинает Зарабатывать Очки Свою Копилку 1-1 По ходу Этого Розыгрыша Мы увидели Целых Три Передачи С короткого Паса И Уже Намерения Нюргун Ясны Как Говорится Вот Перед Вами Капитан Команды Сергей Перегуда А На подаче Ребята Есть Усилдана Гаврила Хлопков Атака Не Получается Гаврила Хлопков Продолжит Подавать Два Три Помним Начало Первой Партии Было Таким же Захватывающим И равным Но правда Не было Передач С короткого Паса А сейчас Уже Немножко Другой Более Динамичный Рисунок Игры У нас Намечается Сергей Перегуда Подача На вылет Не больше Не меньше Три Три Счет Счет У нас Равный В начале Все команды В равных Условиях Что имеем То храним Иннокентий Артамонов Будет Подавать Сегодня Мы пока Еще Не увидели Его Сильных Ударов Но вот Зато Саргалан Яковлев Периодически Радует Нас Гвоздями Очень Высокий Блок У ребят Из Нейрингри Но тем Не менее Устилдан Нергунсивцев Находит Разрывает Этот блок Находит Для своих Нападающих Удобные Точки Пока Мы видим Что Прием Не дает Никаких Сбоев У Салдана И поэтому При подаче Всегда У них Получаются Результативные Атаки Зато Вот У Нейрингри Прием Немножко Этот компонент Подхрамывает Ребята Я уже Говорила Приехали Без тренера Это конечно Не делает Их жизнь Легче И вот В такие моменты Взгляд Со стороны Очень важен А игрок Который Находится На площадке Может Взять Разве Что Перерыв Что И делает Алексей Усенко Хотя Чтобы Сбить Сбить Поступ Усилдан Скавалус Ребята Усилдана Спокойные Как люди Нащупавшие Нащупавшие Свою игру Вот Нейрингри Сейчас Все в игре И Нужен Холодный Беспристрастный Взгляд Подсказывающий Их Ошибки Или Недочеты Чего им Не хватает В игре Пока 8-4 Это Не самое Желанное Начало Для второй Партии Первую Партию 25-19 Выиграла Команда Усилдана Ошибка При выполнении Второй Передачи Аркадий Ефремов Все четко Видит Первый Судья И После Перерыва Должна Должна Налаживаться Игра Команды Нейрингри Мы видим Мы уверим В их Потенциал И Хотелось бы 5 партий Не больше Не меньше Нига Евгений Хорош В защите Но Усилданцы Тоже Находят Ответ Вот Очень Красивый Долгий Розыгрыш Завершается В пользу Нейрингри И Это Должно Добавить Им Куражу 8-6 6-8 Всего Два Меча Наделяет От равенства И Сергей Яблонский Сейчас Будет У нас Подавать Пока Технические Технические моменты Очень жарко Лето Жаркие игры народов Якутии Жарко на площадке Тепло в зале Все эмоции Ребят Написаны На их Лицах Мы уже Сразу Можем Даже без Комментариев Угадать Кто ведет Кто проигрывает У кого Какие Задумки Воплощаются В жизнь А у кого Остаются Только планами 9-6 Впереди Усть Алдан На подаче Алексей Готовцев Очень высокая Атака Вы все видели Какая высокая Точка съема С четвертой зоны Когда вот До начала игры Ребята Разминались Прямо Боялись Выдержат ли полы Силы этих Атак Но сейчас На игре Пока Вот только Очень мало Ударов Сильных Прямо Чтоб До пола Были забиты Добиты И 10-7 Семен Атласов На подаче Опять Задействована Короткая Передача С третьей зоны Чтобы Вводить В заблуждение Блок соперников Пока Никаких Имитаций Мы не видим Иннокентий Артамонов Удар В своем Стиле И этот удар Приносит 11-е очко Команде У Силданского Улуса 11-7 В это же время Параллельно Игроки Футболисты У Силданского Района Играют Против команды Мирненского Района И сейчас Они уже Должны были Закончить Болельщики Придут С минифутбола На волейбол 12-7 Ошибка При выполнении Подачи Которой Должны Как раз Сейчас Воспользоваться Не Слишком Увеличивая Отрыв Для Внесения Каких-то Корректив Производят Замену В Нерендвинском Районе Возвращается У нас Андрей Бекенев Для Выполнения Силовой Подачи И Для Последующего Такого Красивого Удара В исполнении Капитана Сергея Перегуда 12-9 9-12 Всего Три Меча Которые Пока Еще Не Покоряются Команде Нерингри И Опять И Снова Усть Алдан Наступает Отдаляется От своих Соперников 13-9 Что Что касается Женской Команды Усть-Алдан Ского Района То Они К сожалению Отбор Не прошли Проиграли Команде Мегина Конголазского Улуса В прошлом Году И Остались За бортом Седьмых Спортивных Игр Народов Республики Саха Якутия Как Торжественно Голосит Баннер За спиной Нергуна Сивцева А вот Девушки Нерингри Насчет Девушек Нерингри Информация Пока Не точная Но тем не менее Девушки Из Усть-Алдан Ского Луса Являются Действующими Чемпионками Республики Среди Школьников Среди Взрослых Тоже По-моему Занимали Высокие Места Ну а Сейчас Речь Конечно О команде О мужской Команде Усть-Алдана К сожалению Обводя Блок Немножко Не попадает На площадку Саргулан Яковлев 11-13 Пока Минимальный Разрыв В счете Два очка Вот Но Как будто Не хотят Приблизиться Ближе Как будто Не хотят Догнать Команда Нерингри Ошибка На подаче В такой Игре Это Ну очень Недостойная Непростительная Ошибка 15-11 И вот Уже Первый Звоночек Тревожный У нас На левой Стороне Площадки Звенит Звонок Звоночком А Нерингри Проводит Удачную Атаку На доигровке Зарабатывает 12-е очко И сейчас Надо избавиться От этого Нервирующего Брака В подаче Капитан Команды Должен На вылет Или вот Оставить Как сейчас Без атаки Сейчас Но буквально Как красиво Получилось Усилдана Нергунсивцев Буквально Из ничего Творит Результативные Комбинации Вот Один из самых Красивых моментов Этой встречи Мы увидели Вроде как Не справились В приеме И тут же Короткая Быстрая Передача Над четвертой Зоной И Владислав Попов К ней готов 16-13 16-13 3 очка Семен Акаемов Мы видим Многолетний Либера Команды Усилданского Луса В очередной раз Помогает На играх Своему Району Семен Акаемов Женец Горного Района 17-13 17-13 17-13 Вторая партия На подаче Команда Усилданского Района Семен Акаемов Очень быстро Очень быстро Что неренгринский блок Не успевает Не успевает Семен Акаемов Наверное скажут Везет сильнейшему Потому что блок Сейчас будет подавать Алексей Усенко Сценарий Который начался Заблаговременно До розыгрыша Вроде как Советовался Со своим нападающим Как будет ему Пас делать И ребята Настроились на Атаку Из четвертой зоны А нет Сам скидывает Приносит Команде Очко И 15-19 И вот К сожалению То о чем Мы говорили Ну никак Не идут Подачи Не могут Прочувствовать Размеры площадки Если можно Так выразиться Масштабы Габариты Площадки Такое ощущение Что скоро Клаустрофобия У всех начнется Образно Выражаясь А так Конечно Те кто Приспособился К размерам Крикам К температуре Чувствует Себя Отлично В физической Форме Тот Конечно И выигрывает А в данном Случае Усилданский Район 21-15 И на подаче Игрок Команды Усилданского Улуса Василий Васильев Даже Боязно Называть Имена Игроков Как будто Они ошибаются После Их представления На подаче Нейрингри Пошла игра Как В 90-е годы Кто ошибся Тот потерял Подачу Нейрингри Что покажет С этой стороны Опять ошибка Три Подряд Ошибки С двух сторон На подаче И уже Сергей Перегуда Нервничает Ошибки При подаче Они Выводят Из себя Подстраховать Но нет Аут 22-17 23-17 23-17 И концовка Партии Близка Вот Наконец Хороший удар Диагонали Сергей Перегуда Сейчас будет В основном Игра Строится Через Лидеров Атак В концовке Обычно Разыгрывающие Доверяют Своим Сильнейшим Нападающим Но в то же время Чтобы Все не слишком Было предсказуемо Для блока Какая-то Неудача Постигает В подаче Сегодня Нейрингри Особенно Во второй партии И Решающий мяч Будет водить Иннокентий Артамонов Блок цепляет А у Нейрингри Диагональ Не проходит Вася Васильев Молодец С одиночным Блоком В его Актив Запишем Хотя Может быть И был Трос В атаке 25-18 Еще хуже Чем В первой Партии Нейрингри Сыграла Во второй Партии Не доходя До 19 Очков Какое-то Недовольство Со стороны Нейрингри Выказывает Капитан То ли К судейству То ли К обстановке Какой-то Другой Наверняка Сказать Невозможно Давайте Напомним Какую игру Мы с вами Наблюдаем Играют Команды Группы А Среди мужчин У Солданский Луз Выигрывает 2-0 По партиям У Нейрингри У обеих Команд 1-3 Со счетом 1-3 Проигрыш От лидера Группы Амгинского района И Игра Которые Которые Мы видим Определить Сегодня Кто Пойдет Дальше Выиграешь Попадешь В четвертьфинал Проиграешь Прощаешься С играми Как С долей Самоиронии Сегодня Рассказывают Некоторые Спортсмены Торжественное Для всех Открытие Для кого-то Может К сожалению Стать Закрытие Практически Игр Потому что Остаются Стыковые Встречи Все равно Для выявления Общего зачета Будут Стыковые Игры За пятое За седьмое За девятое И за Двенадцатое Места Одиннадцатое Места Но что Не секрет Что Для всех Спортсменов Не это Является Главной Задачей На этом Турнире На седьмых Спортивных Играх Народов Якутии Все Прошедшие Отбор Двенадцать Команд По волейболу Хотели бы Попасть Как минимум В призеры Попасть В полуфинальную Стадию А кто Воплотит Это в реальность Покажет Время Покажет Площадка И покажет Национальная Обещательная Компания Саха На Телеэкранах До Этой Встречи Вчера Было Пять Игр Среди Мужчин В групповой Стадии Сегодня Заключительные Пять Встреч И Сегодня Вечером Уже Выявятся Все Восемь Четверть Финалистов В мужской Сетке По волейболу Ну Равно Как и В женской Сетке Фавориты Вы все Любители Волейбола Уважаемые Все В курсе Событий Потому что Отборочные Игры Были В прошлом Году Игры Были Перенесены Отборочный Турнир Еще Чемпионат Республики Саха-Якутия 2019 Года Многочисленные Турниры На Призы Спортивных Функционеров Деятелей Волейболистов Первая Вторая Лига Города Якутска Регулярный Чемпионат Города Якутска Турниры В рамках Сахава Все Кто в теме Как говорится В курсе Кто в какой Форме У кого Какие Цели Амбиции Результаты Поэтому Все У нас На виду На ладони Через Инстаграм Через Ютуб Каналы Было Много Информации Ребята Со счетом Были Выиграны Устилданом И в начале В первое Очко Было В пользу Именно Устилдана Сейчас Может быть Традиция Будет Нарушена Подумали Мы Но Уже Счет 1-1 Устилдан Ну Нет У них В планах Отдавать Какую-либо Партию В этой Игре А Нерингри Уже В роли Догоняющего Должна Придумать Выпрыгнуть Выше своих Возможностей И Существенно Улучшить Качество Своей игры Чтобы добиться Победы В этой партии Все Уже Решающая Партия Отдаешь Партию Прощаешься С медалями Вот Попробовали Было Играть Амплитудно Нерингринцы Со всех Зон Пытаются Атаковать Но Это Пока Чуть Лучше Получается Вот Эти Вот Ребят Команда Усилданского Луса За счет Чего Выиграли Усилданцы В первой и второй партиях Первую очередь За счет Своего блока И Своей Разнообразной Атакующей игры Много было Атак Но в свою очередь Нерингри Слишком часто Ошибались При подаче Непростительно Часто ошибались Хотя Начинали И с коротких Пасов И Вторую зону Подключали Но пока Кто готов Лучше Тот И Выигрывает Усилданцы Напомню Сборы Проходили Год Как минимум Выезжали В город Благовещенск На турнир Дальневосточный Открытый А Нерингри К активным Тренировкам Приступили Только Полгода Назад Признаются Ребята Еще 3-3 Да и Вдобавок Нерингри Без тренеров Приехали Вот Очень красивая Атака С высокой точки У Ивана Игнатьева Получается У него Рост 187 Сантиметров И тут Преимущество Высоты Было Использовано По полной 4-4 Обнадеживающее Начало Для Нерингри Тут Проходных Игр Не будет Тем более В такой Решающий Момент Напоминаю Проходит Второй Соревновательный День По волейболу Для зрителей Кто только что К нам Подключился Седьмые Спортивные Игры Народов Якутии Село Амга Многофункциональный Спортивный Зал Имени Легендарного Борца Николая Захарова Сахача Принимает Волейбол 12 команд Женских 12 команд Мужских Оспаривают Право На медали Игр Народов Республики Саха Якутия Самых Долгожданных Игр Которые Мы ждали Целых 5 лет И вот На На площадках Очень горячо Нет Явных Фаворитов Нет Откровенно Слабых Команд Лучший Волейбол Который Можно Сегодня Наблюдать На территории Нашей Республики Саха Гусалдан Вася Васильев 6-6 Владислав Попов Будет Подавать Две Партии Гусалданом Выиграны И пока Они Чувствуют Себя Намного Комфортнее Чем те Кто Проигрывает 0-2 Вот Перед вами Команда Нерингри Никак Не может Нащупать Свою Нить Своей Игры Традиционно Очень сильная Команда Ребят Тренировал Известный Якутский Тренер Василий Султанович Чулпанов Вторым Тренером Был Алексей Марченко Тоже Один Из Сильнейших Игроков До Недавнего Времени И вот Мы Очень Верим В Борьбу Между Нерингри Усилданом По неволе Начинаешь Болеть За команду Нерингри 7-7 Счет Хотя Конечно Всей душой За Усилдан Это вторая игра На сегодня Второй соревновательный день Вторая игра Первую игру Команда Команда Ленска Выиграла Со счетом 3-0 У команды Среднеколымского района У нас Опять Ничья Счет Равный 8-8 Алексей Усенко Тренер Команды Нерингри Играющий Тренер Сейчас Выступает Разыгрывающий Ввел мяч В игру Что придумают С атаки Сергей Перегуда Не рискует Перебрасывает Блок И вот С неожиданной Точки Приходят Удары На сторону Площадки Усилдана И Такое Нужное Очко Для Нерингри Достигнуто И наконец Впервые В этой игре Нерингри Выходит Вперед Пусть Пока На одну Очко Но Это Первый Шаг Для Последующего Успеха Когда-то Надо было Совершать 9-8 Алексей Усенко На подаче Встречу Сегодня Судят Судья Первой Категории Аркадий Ефремов И Судья Первой Категории Семен Анасьев А как Вам Вот Эта Атака В исполнении Иннокентия Артамонова Над чистой Сеткой Блок Уже Спустился Поддавшись На имитацию И Завершение Комбинации Очень сильный Красивый Удар Ну и Вот Поймавшего Кураж Артамонова Очень сложно Остановить Даже Такому Блоку Как У Сергея Перегуды Вновь Усилдан Как только Соперники Вырвались Вперед Они Выравнивают Перерыв Вперед Команда Города Всем любителям Волейбола Состав Знаком Сыгранность И одних И тех Имеется И мы Видим Как После перерыва Нюргунсивцев Капитан команды Усилдана Вводит Мяч В игру Прием Красота У нас Крест Комбинация Который Разбивается О защиту Нейрингри И счет Становится 10-11 Нейрингри Бросается Вдогонку В который Раз Возможно Этот раз Окажется Более удачным Капитан команды Сергей Перегуда Четыре касания Трос был Определяют Девушки Мегина Конголазского Луса Готовятся Тоже К своей Игре Против Города Якутска Они уже Вышли Из группы Будут Оспаривать Места В группе Возвращаемся К мужскому Волейболу Нейрингри Усть-Алдан Атака Нейрингри Со второй Зоны И со Второго Раза Блок Усть-Алданский Справляется С атакующей Мощью Нейрингри И опять Разрыв У нас Становится Угрожающе Большим 14-10 И еще Такой вот Такой вот Удар Владислава Попова Подаренный Момент Делает Счет 14-10 Мы немножко Опередили события 14-10 Хорошая игра На защите Подстраховывает Нейрингун Сивцев Своих И все это Оборачивается 15-м очком Для Усть-Алданской Сборной Тренер Ребят Яков Семенович Сивцев Федерация Волейбола Усилданского Улуса Спорткомитет Усилданского Улуса Вложили И душу И средства В своих Ребят Что Дает Свои Плоды Да Определенные Результаты Сейчас у них Очень много Шансов На то Чтобы выйти Со второго Места В четверть Финал Седьмых Игр Народов Якутии И оказаться В восьмерке Сильнейших Команд Республики С этим Не должны быть Согласны Игроки Из команды Нерингри Потому что В случае Проигрыша Они остаются За бортом Будут оспаривать Девятое место Кому это нужно Да Вот это Девятое место Поэтому лучше Вот Выложиться Здесь и сейчас Чем Потом Кусать себе Локти Но Артамонов Артамонов Решающие Моменты Он всегда Себя Проявляет Только С лучшей Стороны Иннокентий Артамонов Один из Лидеров Якутского Волейбола Сегодня Играет За свой Усть-Алданский Район Вот На защите Тоже Пашет Кеша И тут Ребята Даже Тройным Блоком Останавливают Игру Деморализовывают Вообще Нерингри Что Может Спасти Сейчас Нашу Южную Столицу Алексей Усенко Что-то Должен Придумать Разнообразить Но Не от Его Одного К сожалению Сегодня Зависит Иван Игнатьев Не справляется С Кистью Своей Руки И Мяч Попадает За пределами Площадки Перерыв Берет Команда Нерингри Разрыв В счете Уже Шесть Очков Третья Решающая Партия 0-2 По партиям В общем Никому Не пожелаю Тут Такой Судьбы Таких Цифр на Табло Все это Очень Необнадеживающе Но тем не менее Все пока В руках Нерингри Повторяю Все Еще Не поздно Никогда Не поздно Перестать Ошибаться Поверить В себя И показывать Все свои Сильные Стороны Уси Алдан Пока Слегка На релаксе Без Напряга Хорошо Играет Их уже Отпустила Мышцы Не дергает Рука Не тянется В неправильные Стороны Опять Трос Еще бы Повыше И отскок Был бы Удачным Для Нерингри Но к сожалению Нападающий Игнатьев Попадает В трос 19-12 Уже Слышны Скандирования Трибун Уси Алдан Пока На коне 13-19 Хорошие Но к сожалению Разовые эпизоды Выдает Нерингри А нужна Системная Уже Селая Непрерывная Цепочка Атак Чтобы как-то Ликвидировать Вот это Отставание И вдобавок Вот такое Попадание От Усть Алдана Барабанщики Уже Подключились Почти Танцы С Почти Танцы С Было И опять Эпизод От Нерингри Надеемся Не Один Единственный Владислав Попов С короткого Паса Попробовал Атаковать Но сейчас Немножко До пола Не долетают Что и Наказывается Зрячей Скидкой От Нерингри 15-20 15-20 Игра Из пяти Партий Предполагает Хорошую ФИС Подготовку Особенно Для центральных Блокирующих И поэтому Почти все Команды Играют С Либера Либера Дает Немножко Передохнуть Центральному Блокирующему Который Прыгает Блок На протяжении Всей сетки И еще Должен Отойти Успеть Отойти Для разбега И атаки 17-20 Все Не так уж Плохо Над Южной Столицей 17-20 Проблес Надежды Появляется На этом Игровом Отрезке Но Усилдан Сейчас Берет Своевременную Паузу В первую Очередь Чтобы сбить Вот этот Ритм Игроков Нерингри Ну и Самим Что-то Придумать Какие-то Контр Выпады Заготовки Ну и Советы Пока Перерыв Наслаждаемся Подборкой Красивых Моментов От нашего Режиссера Мичила Амбросиева И Также Благодаря Слаженной Работе Команды НВК Саха У нас Очень яркие Эпизоды По ходу Все игры Ну и Самые Интересные Моменты Мы Обязательно Пересматриваем На Повторе Игра У нас В третьей Партии Продолжается Пан Или пропал Это Относительно К Нерингри Вот Евгений Негай Пока Не пан К сожалению Не справляется На страховке На защите И Счет Становится 21-17 Двойная Замена Усть Алдана На Усиление Подачи В первую Очередь В то же Время Возвращается Сергей Перегуда И Его Высокий Рост Для Усиления Блока Василий Васильев Усть Алдан На подаче Номер 6 Скидки Не проходят Сегодня Ну и 22-е Очко 22-17 Похоже на то Что Все у нас В этом матче Близится к концу Хотя Очень Не хотелось Бы верить Но если Не удается Пробить блок То надо Вывернуть Кисть И использовать Блок Против себя Против Усилдана Чтобы мяч Отлетел За пределы Площадки 18-21 Как раз Настал тот момент Когда Решает характер Игроков Характер Всей команды Мотивированность Челлендж Челлендж Не потребует Но Не совсем Согласны Ребята Из Нерингри Счет 23-18 И Василий Васильев 2000 Года Рождения Молодой Паренек Очень Гармонично Вписавшийся В состав Наряду Со своими Старшими Братьями С опытными Игроками Исполняет Очень Эффективную Подачу Судья Определяет Касание Сетки 19-23 Атака Усилдана И со Второго Раза Почти На ту же Точку Отправляет Иннокентий Артамонов Свою Свой Сильный Удар И Зарабатывает Матч Бол Матч Бол У команды Усилданского Района Третья Партия 24-19 Нюргун Сивцев Капитан Команды Символично На подачи На подачи Нейрингри Но нет Подача Сегодня Никак Не Укращается Командой Нейрингри Благодарим Ребят За игры За Удары За старания И поздравляем Команду Усилданского Района Завоевавшую Второе место Из группы А И вышедшую В четвертьфинал Седьмых Спортивных Игр Народов Якутии В Амгинском Районе На наших Самых Долгожданных Площадках Волейбол Сегодня завершается Вторая стадия А с завтрашнего дня Начнутся Четвертьфиналы Полуфиналы Сегодня мы Постараемся Для вас Показать Все самые Интересные Игры После этой игры Увидим Противостояние Мужчин Намского И Татинского Районов А сейчас Мы поздравляем Еще раз Команду Усилдана Из группы А В четвертьфинал Уже вышли Амга С первого места И Усилдан Со второго места С вами Игру смотрела Комментатор Татьяна Иванова Еще увидимся Услышимся Еще сегодня Мы покажем Четыре игры Будьте с нами У экранов Телевизоров Наслаждайтесь Моментами Повторов Нерингри Очень симпатичная Была команда Жаль Что приходится Прощаться с ними На стадии Группы И мы не увидим Такую сильную команду В четвертьфинале В группе Второе место Для выхода Из группы Но мы знаем Прогнозы Дело Неблагодарное Особенно На таких Крупных Площадках Как Игры народов Республики Сахая Кути Остается Только Ждать И наслаждаться Игр Игр много Мужчины Женщины Играют Во многофункциональном Спортивном Зале Имени Сахача Что находится Возле Первой школы И приглашаем Всех любителей Ценителей Нашей замечательной Игры Волейбола На площадке Игр народов Якутии Национальная Вещательная Компания Саха Продолжает Показывать Вам Все самые Интересные Матчи Всегда Оставайтесь С нами На всех Площадках Игр Встретимся Услышимся А пока До новых встреч И до свидания